Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Как вновь полюбить супруга и отпустить бытовую злость? Ну, во-первых, наличие бытовой злости никак не свидетельствует о том, что своего супруга вы не любите. Напротив, если бы у вас злости не было, то, возможно, была бы большая вероятность, что вы не любите больше своего супруга, поскольку злости существуют, я думаю, что я любви говорить в прощательном времени не стоит. В то же время, конечно, вот, прекрасно вас понимаю, прекрасно понимаю ваши чувства, вот. Ваши чувства связаны с ситуацией, да, которую вы описываете и прекрасно понимаете, что вы не чувствуете любви какой-то, да, к своему мужу и так далее. Ну вот, я прекрасно понимаю, что это довольно-таки тяжело. Ну вот, довольно-таки это тяжело. Поэтому, хочется сказать вам следующее. Вряд ли можно заставить в себе кого-то, кого-то полюбить, ну, понимаете, да, то есть, любить кого-то по желанию, да, ну, невозможно. Поэтому, я думаю, что вам необходимо сейчас сосредоточиться именно на выражении злости, которое у вас есть, как можно. И на понимание той или иной степени того, что за этой злостью стоит, что за этой злостью находится. И максимальное проживание это когда-то будет сделано и освободите вероятные ресурсы для потенциальной любви к вашему мужу. Вот. Конечно. Совершенно не факт, что это будет. Совершенно не факт, что вы это почувствуете. Совершенно не факт, что именно такие у вас чувства появятся. Но, тем не менее, до тех пор, пока вы злитесь, до тех пор, пока вы испытываете злость. Сеансы на то, чтобы вновь вернуть тепло, да, они вот, к сожалению, минимальны. Вот, пожалуй, такой ответ я могу вам сейчас предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Так, мой злость – это желание держать человека на расстоянии. Это ощущение, что человек как-то слишком близко находится к нам и нарушает некое наше пространство. Вот. Которое для нас в той или иной степени представляет значимость. Поэтому, я думаю, что научиться выражать вот эти аспекты попросту необходимо. И если вы сможете это сделать, то, опять же, для вашей семьи появится шанс. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощь и вам она пригодится и, значит, вот, обратная связь по моему ответу позволит вам сформулировать тазовые постулаты для психотерапии. Всё своими доброго. Продолжение следует...